Рождение – это вот из чего начинается человек. Ну, я за человека всего не буду, за всего человека, а за часть его скажу, за мужчину. Значит, мужчина начинает себя осознавать, вот по отношению к жизни, с отношения к женщине. Но и всю жизнь потом заниматься нелюбимым делом, он не мог понять этого. А что? Оглянись. Все занимаются нелюбимым делом. Где его найдешь любимого? Таких сумасшедших, как ты, мало. В комнату вошел какой-то плотный парень. Знакомься, мой еще не муж, но скоро. Тот уже знал про гостя и был в стойке. Спортсмен определил про зону, про себя. Борец нежно спросил парня. Да, выпятил еще не муж грудь. А что? Ничего, просто рад за вас. Ну, ладно, мне пора, ребята. Подождите куда-то, Новый год завтра. Поедем все вместе в топки, наши обрадуются. Они уже обрадовались, ответил он. Мне лететь надо. Я-то вообще здесь, с проездом. Дела, Новый год я должен встречать. Новый год я должен встречать в Москве. Я пел землянку. Представлял ночь, передышка ненадежная. Что это мне бой предстоял. Что это ты не спишь и ждешь мне. Я пел землянку. И война в меня вцеплялась мертвой хваткой. И ты ждала меня одна. В ночи над детской кроваткой. Смешались годы берега. Огни далекие и близкие. Волоколамские снега. И сопки синие колымские. Я пел землянку. Боже мой, счастливей. Был ли я когда еще? Я пел для женщины одной меня всенощно ожидающей. Конечно, это бред и вздор. Не мог быть с теми я солдатами. И вечно смело с тех пор, как прилетел тебе когда-то. Я стою вчера, как будто лишь влюбленный. На пороге замерши. И ты так просто говоришь, что за другого вышла замуж. Не умр и женат не раз. Не знаю, где же ты и что же ты. И без высоких громких фраз. Не скучно годы были прожиты. Но лишь запел землянку я. Качнулись каменные здания. И обрела любовь моя. Твое святое ожидание. И захотелось жизнь мою отдать. За ночь там, перед схваткой. Где я в снегах тебе пою. Где ты над детской кроваткой. Я рассказал, что скоро вернусь. Она испугалась и обрадовалась. Отец ушел на работу. Он работал тоже в аэропорту. И они провели жизнь вдвоем. К вечеру они засобирались. Она на смену, а он летит дальше. Может, достанешься? Нет, что ты. Я бы с радостью. Но дела. Нужно лететь. Куда лететь? Он еще не знал. В аэропорту она куда-то пошла, с кем-то разговаривала. Но все было бесполезно. Куда тебе нужно-то? В Южно-Сахалинск. Он вспомнил, что в Южно-Сахалинск уехала работать одна его знакомая. И решил, что это прекрасный город. Им с его знакомой. Будешь что вспомнить? А то живет там, подумала, в чужом городе. Одна в чужом городе. Он улетел бы еще дальше. Но дальше лететь было некуда. И Южно-Сахалинск это было сейчас самое подходящее для него место. Однако в Южно-Сахалинск билетов не было. Не было вообще никуда. И она все время ему говорила. Не расстраивайся. Не улетишь даже лучше. Не в аэропорту же ночевать будешь. Он мог бы остаться и здесь, действительно, не в аэропорту же. Да и она очень не хотела, чтобы он улетал. Но город, из которого он утром прилетел, был слишком близко. И он спешил убежать от него куда угодно. Лишь бы это было далеко. Чтобы долго туда лететь и ехать. И не останавливаться. И чтобы забыть все быстрее. И Кемерово, и Свердловск. И всю эту поездку забыть где угодно, с кем угодно. Есть два места. Одно в Москву, другое на Хабаровск. Может, в Москву нет близко. Давай на Хабаровск. Оттуда, подумал он, как-нибудь улечу на Сахалин. Уже заканчивалась регистрация. И они начали прощаться. Она плакала. И у него не было сил, ни сил, ни желания утешать ее. Говорить, что он скоро вернется, что найдет ее. Что ее искать? Вот она здесь живет с отцом, никуда не убегает. Они стояли у трапа. И он поднял чемодан, не зная, что сказать. Не говори ничего, я все знаю, сказала она. Крепко поцеловала его. И пошла по полю к зданию аэровокзала. Крепко поцеловала его.